Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре китайская реплика Gibson Les Paul Standard под слэша. Смотрите, какая красивая звукоснимателя зебрами. Ну, естественно, я подумал, что у меня есть красные, их нихера не берут, у меня есть жёлтые, их нихера не берут. Наверное, вам не хватает оранжевых, да? Ведь оранжевые это как раз то самое, что находится между красным и жёлтым. И теперь вы можете также нихера не брать у меня и вот эту гитару. Значит, китайцы, как всегда, держат марку. Мало того, что собирают они гитары красиво, даже более-менее аккуратно, так они вот, ну, молодцы-молодцы, держат стиль. Постоянно что-нибудь забудут. У этой конкретной гитары, например, не прикрутили пуговицу для ремня. Вернее, она здесь, видимо, даже когда-то была, но я её не нашёл ни в гитаре, ни в коробке от гитары. То есть, как-то вот они её, видимо, в последний момент решили, а мне самому пригодится, и открутили назад. В общем, по самой модели гитары рассказывать-то больше нечего. У меня и красненькие, и жёлтенькие, и такие-сякие слэши вводились в изобилие. Вот. Торцы ладов здесь немного шершаются, так что я, наверное, сразу рекомендую закруглить. Сам по себе гриф мне нравится. Кривизны какой-то я в нём не обнаружил. По усадкам в районе вклейки он даже, на удивление, аккуратен. На тыльной стороне у нас нет каких-то жирных потёков, капель, всё нормально. Гриф прям очень ровный, аккуратный. Башка цельная с грифом, неприклеенная. Вот такая гитарочка. Вот. Для тех, кто подумал-подумал и решил, а, всё-таки возьму. Хоть это и слэш, его брать не принято, но возьму. Вот, пишите. Я, естественно, пуговицу под ремень прикручу. Вот. Из того, что видно глазом, это что у него очень-очень странный раскрой сзади, да? Вот это всё один кусок. Потом ещё один маленький, ещё один маленький, да? Вот. Ну, как бы, ну, окей, хорошо. Вот. Три куска, но разделённые очень нетривиально. Ну, а спереди волнистый клён. Всё нормально. Всё нормально.